МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Убийство с целью грабежа, мгновенно определил опытный следователь и добавил. Искали явно камушки. Работники милиции и прокуратуры, участвующие в раскрытии преступлений, где замешаны драгоценные камни, прекрасно знают особенность настоящих бриллиантов. Если их поместить в стакан с водой или в любую другую жидкость, они как бы исчезают, их невозможно обнаружить невооруженным глазом. Поэтому опытные грабители в первую очередь бросались к емкости с водой. Также надежным тайником считаются разные пасты и кремообразные субстанции. Ну кому придет в голову искать камни в банке с вареньем или компотом? Судя по проделанной работе, грабители были не новичками в бриллиантовом деле. И нужно отметить, что в квартире было на что позариться. Частые гастроли Москонцерта приносили Цупаевым неплохие гонорары. Доставленная на место преступления подруга Едвиги сообщила, что семья увлекалась коллекционированием. Имелись довольно редкие антикварные вещи. После осмотра места преступления подруга особо отметила, что Едвига больше года все свои гонорары и надбавки откладывала для покупки шубы из черноборки. И буквально месяц назад купила ее. Этот мех тогда действительно только вошел в моду и считался настоящим шиком. Но в то, что такое зверское убийство было совершено ради черноборки, верилось с трудом в это. А когда подруга убитой Цупаевой сообщила, что Едвига не так давно квасала с новым подарком мужа к юбилею серебряной свадьбе рубинами необычайной красоты, все стало на свои места. Судя по количеству и описанию камней, стоили они немало, и именно их кровавый блеск привлек внимание грабителей. В 1952 году криминальная обстановка в Москве нормализовалась. Остались позади страхи горожан перед некогда грозными и кровавыми бандами вроде черной кошки. Министр внутренних дел Круглов браво доложил в Кремле, что доблестная милиция наконец обуздала преступность в городах, за что сотрудникам милиции были розданы премии и награды в честь 35-й годовщины Великой социалистической революции. И тут город облетела весть о новом страшном преступлении, уже успевшей обрасти домыслами и небылицами. Ведь убиты были не обычные работяги, а люди из так называемого бомонда. Но больше всего покоя опытным оперативникам Мура не давало тревожное предчувствие, что это не единичный случай. И действовала не залетная банда гастролеров. Чувствовалась опытная рука, запланировавшая долгосрочную операцию. Ведь ограбления по схожему сценарию в Москве уже происходили, но выйти на преступную группу так и не удалось. Майора Ельцова также не покидала поганые предчувствия, что это очередной висяк. Он все же отдал приказ сотрудникам, вошедшим в следственную группу, потрясти московских центровых воров. Но их присланный казачок зуб дал, что никто из столичных жуликов и скакарей не брал квартиру скрипачей. Также он пообещал сообщить, если вдруг рубины всплывут на черном рынке. Прошло уже более недели со дня убийства Цупаевых, как в кабинете Ельцова, возник Семен Аркадьевич Ревзон, директор комиссионного магазина из Толешникова переулка. Переминаясь ноги на ногу, Семен Аркадьевич таинственно прошептал, о зверушках поговорить с вами хочу, о небольших таких, в вольерах они сидят. Вы с месяцок назад интересовались ими? Как только Ельцов взглянул на увесистый бумажный пакет в руках комиссионщика, его охватил охотничий азарт. Уж не о Чернобурках ли? Спросил майор. Именно. Обрадовался Ревзон. Семен Аркадьевич Ревзон считал Игоря Ельцова своим спасителем. Год назад комиссионщик попал в беду. Тогда на него наехал гопстопник Борька Чумейкин по кличке Чума. Из сретенских пацанов он сколотил шайку, и они начали запугивать торгаши, беря с них такую дань. Ревзон, по прикидкам Чумейкина, был миллионером. Поэтому шпана объявила ему сумму в 50 тысяч. Иначе пообещали переломать ноги и сжечь дачу. С этой бедой и прибежал Ревзон к Ельцову. Он клялся и божился, что будет верой и правдой служить майору, поскольку знает его как благородного человека. Особенно работник торговли просил, чтобы их разговор остался тайной для окружающих. Мол, у него дети и все такое. Следователь выслушал перепуганного коммерсанта и пообещал помочь. Чумейкина Ельцов встретил около дома на Сретенге, где тот был прописан, и, не произнеся ни слова, скрутил ухо с такой силой, что округу заполнили причитание и всклипывание уголовника. Чума дал честное жиганское слово, что больше не будет наезжать на торгашей цеховиков, и пообещал больше никогда не попадаться Ельцову на глаза. После такой унизительной экзекуции авторитет чумы среди местной шпаны резко упал, а однажды его даже поколотили за попытку отобрать деньги у малолетних пацанов. Не выдержав позора, Чумейкин куда-то пропал, так и не узнав, что его блатной авторитет опустил ниже плинтуса неприметный директор комиссионного магазина. С тех пор Ревзон стал считать Ельцова своим спасителем и всячески старался ему угодить, выдавая на гора, информацию о темных дельцах, спекулянтах, сбытчиках, краденого. Семен Аркадьевич развернул пакет и вытащил оттуда чернобурую шубу. Согласитесь, вещь добротная. Я взял, подумал, продам, наживу немного. Так почему не стали продавать? Из-за подкладки, полушепотом произнес Ревзон. А что в ней особенного? Оказалось, на подкладке в самом неприметном месте была вышита золотыми нитками монограмма. Ревзон расстелил шубу на столе, распахнул ее и чуть вывернул рукав. Две вышитые золотом буквы отчетливо просматривались на подкладке «Я» и «Ц». Следователя как молния ударило. «Ядвига Цупаева!» «Шубка-то краденая, Семен Аркадьевич, придется ее изъять», – вздохнул следователь. «Ой, я как чувствовал, как чувствовал!» «По этому сразу деньги не отдал и к вам явился», – годливо запел Ревзон. Далее работник торговли рассказал, что шубу принесла молодуха с арбузными грудями, еле помещающимися в декольте. Она еще жаловалась, что шубейку ей муж подарил, да с размерами не угадал. Ревзон сразу заявил, что такой суммы на руках нет, но девушка, назвавшаяся любовью, томно сообщила, что такому мужчине не то, что шубу. Сердце доверить можно. Чернобурку она оставила в комиссионке, мол, чего туда-сюда таскать. Договорились созвониться через денек второй и утрясти денежные вопросы. Вот сегодня с утра она позвонила и сказала, что в 19.00 к Ревзону в магазин придет человек в клетчатом костюме. Ему и нужно отдать либо деньги, либо шубу из чернобурки. Человек в клетчатом пиджаке явился вовремя. Ревзон, встретившись с ним взглядом, тут же покрылся холодным потом. Это был его старый знакомый, когда-то вымогавший у него 50 кусков. Чума. Борька расплылся в добродушной улыбке, но в следующий момент лицо превратилось в гримасу. Его ухо во второй раз в жизни попало в цепкие пальцы следователя Ельцова. И снова Борькины крики пронеслись по округе. Но в этот раз чуму не отпустили подчестное Жиганское. В кабинете следователя чума клялся и божился, что шубу купил с рук на вокзале у усатого мужика в твидовом пальто. Борька сходу заявил, что ни про какие рубины не знает. В квартире Цупаевых или как их там, Цупаевых в жизни не был. Может, да честно и Жиганское. Ельцов весело улыбнулся и хлопнул чуму по распушему уху. Год назад ты это слово уже давал. Еще раз соврешь, второе ухо скручу. Но чума с новой силой стал доказывать свою чистоту перед законом. В десятый раз стал описывать мужика в твидовом пальто, у которого прикупил чернобурку. Следователь его практически не слушал. Он ожидал, когда помощники пробьют через телефонную станцию, кому принадлежит номер телефона, с которого звонила Ревзону, неизвестная пока следствию загадочная продавщица чернобурщика. По довольному виду оперативных сотрудников, вошедших в кабинет Ельцов, понял, что данные на девушку получены. Следователь быстро пробежал глазами по личному делу известной московской формазонщице Любке Сдобной и бросил ее в фото перед ошарашенным чумой. Твоя баба? «Любку не трожь, легавый!» зарычал Чумейкин и сделался похож на зверя. «Если бы не наручники чума, впился бы в горло Ельцову». «Увезти задержанного», – коротко скомандовал следователь. «А мы посетим эту девицу, посмотрим, чем она чуму приворожила». Во время обыска в квартире Любки были найдены и другие вещи. Украденные из квартиры Цупаевых. Ельцов понимал, что дело практически раскрыто, и дожать Любку Сдобную, имея такие улики, расплюнуть. «Любовь, Парамоновна», – Ельцов закурил папиросу. «Я, милая моя, верю, что к убийству семьи Цупаевых вы не имеете никакого отношения. Но, выходит, в вашем доме хранилась краденая, а это уголовно наказуемо». «Я не знаю, не знаю я», – девушка поджимала губы и отворачивалась. «А, ты не знаешь», – тон следователя стал каменным. «Тогда подстилка бандитская, сядешь за сбыт краденого, плюс пойдешь как соучастница убийства. Думаешь, мы как на тебя вышли?» «Да чума сразу раскололся, что ограбление ты задумала, и его втянула, а это уже вышкой пахнет». После такого прессинга Любка совсем расклеилась и в обмен на чистосердечное признание дала сведения на своего любовника. Она рассказала, что чума частенько пропадает из дому на 2-3 дня, после чего приносит в дом разное шматье или цацки. Но ее он ни разу к делу не привлекал и ничего не рассказывал. Рубины у Чумейкина Любка видела. Он даже при ней позвонил какому-то Мохову и сказал, что скоро подвезет их в мастерскую. Мохова Ельцов знал хорошо. Этот человек был легендой криминальной Москвы 50-х. Работал он на дому, имел официальный патент и всегда вовремя платил положенные фининспекции деньги. Но даже если бы он запоздал с оплатой, ни один фининспектор не отважился бы его беспокоить. Мохов был темным ювелиром. Он выполнял неучтенную левую работу для Кремля. Известно, что частым гостем в мастерской Мохова был сам генерал Саркисов, личный адъютант всесильного Берия. Он заказывал у ювелира различные украшения для нескончаемых любовниц наркома госбезопасности. Разные слухи ходили по Москве о работе Альберта Васильевича. Но все отмечали высочайший класс Мохова по части создания копий. Через его руки прошли истинные шедевры, достойные Эрмитажа и Лилуга. Весь Столешников переулок шушукался, что такие навыки Мохов приобрел во время создания копий фамильных дворянских ценностей, изъятых при обысках, но не попавших в спецфонд. Туда как раз свозили двойники, сработанные Альбертом Васильевичем. А настоящие бриллианты оседали в сейфах Бериевского окружения. Звонить пришлось долго. Наконец за дверью зашаркали шаги и загремели замки. Оперативники быстро проникли в квартиру. «Мур, Альберт Васильевич, ордерок есть на обыск в вашей квартире, так что предлагаю добровольно выдать рубины, которые вам передал некто Чумейкин три дня назад». Мохов медленно посмотрел на часы и с вызывающей ухмылочкой уставился на Ельцова. Тот обратился к оперативнику. «Зови понятых». «Не надо», – махнул рукой Мохов. «Чего не надо?» «Понятых». «Я готов добровольно передать рубины, которые мне принесли для оценки». В учетном журнале и запись соответствующая имеется. Мохов выложил на стол толстую тетрадь и открыл шкатулку, в которой лежали рубины. Ельцову на миг показалось, что в свете лампы эти пурпурные камни заиграли дьявольским огнем. Неожиданно в прихожей раздался звонок. «Познаватый для гостей, Альберт Васильевич», – сказал Ельцов и достал пистолет. В квартиру вошел невысокий человек и с нарастающим негодованием огляделся вокруг. «Уголовный розыск», – обратился к ему опер. «Попрошу документы». «Ты что, рябнул, вы, с ума сошел?» – говорил он след к Кавказскому. «Я полковник МГБ Нагиев», – и он поднес к глазам Ельцова удостоверение. «Слушай, ты что здесь делаешь, а?» – продолжал заводиться вошедшим. «Я провожу выемку ценностей украденных в зверски убитой семьи Цупаевых». Но Нагиев прервал Ельцова на полусловие, заоравши дурным голосом. «Я начальник Схердераата, заместителя министра госбезопасности Игорь Лыдзе. Немедленно вон отсюда, слышь, майор. А не ты, ты момент рядовым станешь. Быстро поставишь шкатулку на стол и к чертовой матери убирайся!» Ельцов прекрасно знал, что значит связаться с людьми Гоглидзе, о котором в Москве ходила мрачная слова. Но гордость фронтовика разведчика мешала ему просто так плюнуть и уйти. К тому же на него смотрели подчиненные, а упасть в их глазах Ельцов не имел права. Скребя сердце, он предъявил полковнику Нагиеву обвинение во вмешательстве в следственные действия и приказал оперативникам доставить Нагиева на Петровку. Только успели описать изъятые ценности и оформить документы, как дверь в кабинете Ельцова распахнулась и ворвался брюхатый генерал-лейтенант в форме МГБ. Ельцов сразу узнал его. Это был замминистра госбезопасности Сергей Гоглидзе. Он приказал всем, кроме Ельцова, покинуть кабинет. Потом повернулся к Нагиеву и утробно рыкнул. «А ты бишь что? Особое предложение нужно. Шел вон собака». Выходя из кабинета, Нагиев презрительно ухмыльнулся Ельцову. «Ты кого арестовать хотел?» – стукнул генерал волосатым кулаком по столешнице. «А? Ты кто такой?» «Товарищ заместитель министра, майор Ельцов встал. Я фронтовик. Вы сами вручали мне орден, знак почета». «То-то мне твой рожи знакомый». Гоглидзе достал Казбек, закурил. «Ну, докладывай, чем мой джигит тебе не угадил?» Ельцов четко по-военному доложил об инциденте. Гоглидзе, успокоившись, докурил Казбек и ухмыльнулся. «Молодец. Другой бы на твоем месте обдылся, как шакал. А ты мужчина. Уважаю таких». И замминистра удалился из кабинета. Уже через 15 минут в кабинете Ельцова, как из-под земли, выросли двое сотрудников МГБ Кавказской наружности и предъявили приказ, что в силу открывшихся обстоятельств, которые относятся к вопросам государственной безопасности, дело по убийству скрипачей Цупаевых вместе с вещественными доказательствами в виде шкатулки, заполненной рубинами, должно быть передано в секретариат Гоглидзе. Гоглидзе Сергей Арсеньевич. С 1 января 1937 года нарком внутренних дел Грузии. Пользовался доверием и был ближайшим помощником Лаврентия Берии, который неизменно оказывал ему покровительство. С 1938 года Гоглидзе – начальник управления НКВД Ленинградской области, где его первой задачей стала очистка управления от шпионов и предателей Родины. Результативную работу Гоглидзе оценили и в 1951-м позвали в Москву. Тогда министра госбезопасности СССР Абакумова сменил аппаратчик Игнатьев. И Берия быстро продвинул на пост первого заместителя министра МГБ своего человека – Серго Гоглидзе. В Москве Сергей Гоглидзе быстро сошелся с братьями Кабуловыми. Ведь именно с ними он начинал свой кровавый путь в Грузии. В столице они начали разбираться с московскими подпольными богачами, так же, как на Кавказе при помощи кинжала. До их приезда в столицу такого в Москве еще не было. Особую страсть Серго Гоглидзе питал к рубинам, за что в Кремле даже прозвище получил – рубиновый геноцвали. При обысках у крупных чиновников часто находили крупные драгоценности, которые по протоколу поступали в фонд государства. Тут-то и задумались ненасытные джигиты Кабуловы и их друг Гоглидзе. А почему эти сокровища должны отправляться непременно в казну? Так и появились фальшивые опергруппы. В начале ушлые ребята под видом сотрудников МГБ являлись к богатенькому дяденьке с обыском. После обыска подозреваемого ошарашивали новостью – его не заберут в черный воронок. Разрешают добровольно явиться наутро в органы с повины. Жертвы, как правило, быстро исчезали из Москвы к далеким сибирским или казахским родственникам. Ну а потом полковник Нагиев посоветовал Сергею Гоглидзе не рисковать, а использовать схему с последующим убийством жертв. Для роли ликвидаторов лучше всего подходили мокрушники, которые за глоток воли и маму с папой Парижа. Не суждено было майору Ельцову прижать чуму. В вечер ареста Чумейкин Борис Передонович погиб странной смертью. Он был найден в камере, повешенным. А спекулянтку сдобную средь бела дня насмерть сбила неизвестная машина прямо у входа в булочную. Ельцов понимал, что следующей жертвой может стать он. И судя по злобному взгляду Нагиева, когда тот покидал кабинет следователя, убивать Ельцова он будет лично. Оставалось одно – действовать на опережение, следить за каждым шагом полковника. На конспиративной квартире в Тимирязевском переулке шел разбор полетов. Полковник Нагиев распекал предводителя банды мокрушников по кличке Никанор, как зеленого пацана за прокол с ограблением квартиры Цупаевой. Нагиев заявил, что Никанор должен ему лично 20 тысяч рублей за то, что ему лично пришлось убирать чуму и его грудастую краля. Отведя душу, полковник успокоился, ведь предстояло новое дело, на обсуждение детали, которого они и потратили следующий час. Полковник особо отметил. Все, дорогой, лафа закончилась. Хозяин распорядился, что отныне берете только камни и рижье. Никаких щур. И деловито взглянув на часы, Нагиев покинул квартиру. На убийцу рецидивиста Никанорова Нагиев вышел около года назад, когда в его голове сложилась четкая схема ограблений с обязательным убийством жертвы. Никанор сучился еще в зоне, превратился в стукача, поэтому блатной мир его приговорил. Но от заточки в сердце его спас Нагиев. И с тех пор мокрушник стал работать на МГБ, отбирая по зонам и тюрьмам хладнокровных убийц. С чем, с чем, а с такими кадрами проблем не возникало. Почти каждый второй мужчина Советского Союза прошел горнило войны и не имел психологического барьера перед предстоящим убийством. Из материала в дело. После того, как бывший заключенный Никаноров указывал полковнику МГБ Нагиеву на подходящую кандидатуру, того ввозили из мест заключения и предлагали сытую жизнь взамен на выполнение убийств. Но уголовники, с радостью принимавшие такое условие, даже не догадывались, что Нагиев собирается их использовать в двух-трех акциях, после чего Никаноров ликвидировал опасных свидетелей и отбирал новых кандидатов. Работа по поиску будущих жертв, у которых имеются крупные суммы или ценные камни, легла на Нагиева. Он начал подбирать уголовников, выросших в центре Москвы. Так в банду в качестве наводчика и попал чума. Он, как никто другой из членов банды, знал проходные дворы и чердаки на случай провала. Никанор со своими мокрушниками обеспечивал кровавую часть. Гоглидзыш только сбирал себе львинную долю награбленного в обмен на помощь в случае непредвиденных ситуаций. Под вечер в конспиративную квартиру вернулись подельники Никанора и увидели злющего на весь мир пахана, который по полной программе отыгрался на них за свои унижения от полковника. Корявый пытался что-то возразить, за что получил по морде и заткнулся. Он прекрасно знал крутой нрав Никанора. «Рыла, ты сегодня опером будешь, ты, корявый, следаком, а я на стрёме вместо чумы». И главарь бросил им новенькие формы и ксивы сотрудникам мура. «Девку зарежет рыло. Больше на хате никого не будет. Хозяева академики в Ташкенте оживаются. Все, соколики, остаграмимся и помолясь на дело. По наводке там и рыжья хватит, и камушком, но не вздумайте что-то зажилить. Балкан на шашлык нас порежет и сожрет». Бандиты молча, понимающие, закивали. А в дочь я горничная семьи академиков Родомских решительно не понимала, чего от неё хотят. В квартиру ворвались три сотрудника уголовного розыска, привязали её к стулу, перевернули всё вверх дном, но, по-видимому, ничего не нашли, потому что принялись махать страшным ножом перед лицом девушки, обещая порезать на лоскуты, и требовали выдать им тайник с драгоценностями. А в дочь я не особо любила хозяев академиков. И если бы только знала, где те прячут бриллианты, сразу же рассказала бы бандитам правду. Но бедной девушке ничего известно не было. Псевдо-милиционеры растерянно переглянулись, и один из них сплюнул на пол. «Всё рыла, девка не в курсе, кончай её». И в этот момент в квартиру ворвались люди в форме. Первый из них рукояткой пистолета свалил с ног Никанора, стоящего на стрёме в коридоре. «Всем лечь! Мур! Я майор Ельцов!» «Люжать не дёргаться! Руки за голову!» Бандиты попадали, в затылок каждого уперся пистолет. А в дочь я жадно хватала воздух, держась за сердце, а потом потеряла сознание. Ельцов потирал руки с минуты на минуту на первый допрос должны были доставить Никанора. Но вместо конвойного в кабинет вошёл оперативник и, смотря куда-то в сторону, сообщил, что все трое бандитов утром были найдены в камерах мёртвыми. Ельцов пытался выяснить, что послужило причиной внезапной смерти трёх человек, содержащихся в отдельных одиночных камерах. Но ответ начальника закрытого специзолятора был краток. Пищевое отравление. А на следующий день следователи доложили, что по городской сводке прошла информация о смерти некоего ювелира Мохова. На него якобы напала шпана и забила палками. Рубиновый геноцвалия Серго Гаглидзе недолго купался в роскошь. Кремлёвская мясорубка очень быстро добралась и до него. Через полгода после ограбления семьи Цупаевых последовало разоблачение Иберии и вся кавказская братья, включая Гаглидзе, разделила участь Лаврентий Палыча. Расстрел. Но история бриллиантов Гаглидзе на этом не закончилась. Летом 1953 года, когда арестовали бриллиантов в геноцвалии, его жена поняла, какой приговор ему светит. Супруга Гаглидзе, Явлалия Фёдоровна, в тот момент думала не столько о спасении мужа, сколько об имуществе, нажитом им за 30 лет службы в НКВД. Львиную долю цепные псы новой власти конфисковали, но небольшой чемоданчик, набитый практически под завязку камнями и золотом, Явлалии Фёдоровне припрятать всё же удалось. А спустя 30 лет, в 1984 году, в подмосковном поселке Малаховка, жену и дочь Сергея Гаглидзе нашли зверски убитыми. Дом буквально ломился от роскошных дорогих вещей, награбленных ещё в 50-х годах, но преступникам не интересовал антиквариат. Они пришли за одним единственным чемоданчиком, доверху набитым золотом, рубинами и бриллиантами. Убийц поймали практически сразу. По заключению экспертов, ювелирные изделия и камни из чемоданчика Гаглидзе оценивались под миллион тогда ещё крепких советских рублей. Субтитры создавал DimaTorzok